Казанский Уникс 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 как на Формуле-1 через 20 метров налево. Нет, ничего не говорят. И даже, в принципе, пока тебе скажут, ты уже проедешь три виража на такой скорости. Нет, говорят ошибки между заездами. А пока я еду, я просто максимально сконцентрирована. Я перед своим стартом прохожу мысленно трассу. То есть я знаю каждый поворот. Но, да, ошибаться нельзя. Потому что ошибка может привести в худшем случае мимо медали я буду, да? Это в лучшем случае. Но нет, с травмой это ничего, это бывает. Но мне обиднее, если я мимо медали проникну. Женщина, конечно, абсолютно по-другому рассуждает, чем мы с вами. Это один из самых ярких ляпов, когда это происходит, но только не в скелетоне, а в бобслее, когда разгоняют свою тушку. Комбе хлопнуло. И рвутся штаны. Да, да. У вас такое было? Нет, не было. Но мне после этого тоже безумно страшно. И как раз, когда стою на старте, я думаю, вот бы не порвался. Представляете, лопается костюм, и фактически все видно. А вот если бы это было произошло, вы бы погнали дальше или вызвало бы какое-то смущение у вас? Да нет, а что уже? Он уже лопнул. Теперь только выигрывать меня это спасет. И ваша задача сейчас определить, у человека есть борода на самом деле или нет. Давайте посмотрим. Да, вот это Никита Курбанов. Как считаете, это настоящая его бородка или мы подрисовали? Мы подрисовали. Вы считаете, что подрисовали, да? Итак, давайте посмотрим. Марьяка, подрисовали 1-0. Ну, тут прям какой-то грубоватый фотошоп, мне кажется. То есть у него есть щетина, вы считаете, в обычной жизни. Давайте смотреть. Блестящие друзья, так меня не громили еще никогда. Сейчас у нас в гостях генеральный директор единой лиги ВТБ Илона Корсин. Здрасте. Спасибо, что вы к нам сюда все-таки поднялись. Мы играли здесь в ЦСКА, это было всего лишь два года, но каких ярких два года. Я помню, ну такая яркая эмоция, яркое воспоминание, это когда как-то на матч ЦСКА пришел Владимир Владимирович Путин. Ух ты! Да, я играла в сборной России, и у нас были сборы в Новогорске, в Москве, и был выходной, два дня выходных. И я на выходных всегда ездила в Питер, потому что я сама из Питера, и еще бабушка была жива. Я, значит, взяла билеты на самолет, вдруг с утра мне звонок. Илона, ты должна быть сегодня на матче ЦСКА. Я говорю, какой матч ЦСКА? Вы что, я к бабушке еду, Питер? Да, Питер. Это Сергей Валентинович мне звонил, потому что он тогда был в то время начальником всего ЦСКА. Ты должна приехать, будет президент, и он захотел, чтобы ты сидела рядом с ним. Я говорю, да подождите, у меня бабушка. Он говорит, какая бабушка, ты не принимаешь, что происходит, просто приезжай. Я говорю, ну ладно, хорошо, я приеду. Я, значит, все оделась, там, готова. Приезжаю на своей машине, а ЦСКА вообще не подступиться, то есть даже на паркинг не заехать. Мне пришлось оставлять машину где-то там очень далеко и пешком идти, значит, через там был ветер, дождь. У меня была прическа, вся моя прическа, она испорчилась, знаете. И тут, Владимир Владимирович, подъезжайте, такой, Илон, прошу вас, садитесь. Нет, я, значит, меня посадили, все, а Владимир Владимирович, он приехал во втором тайме. Вот, в первом тайме, на самом деле, команда играла очень здорово, ЦСКА вел тогда. И тут ходит, значит, президент, все затаили дыхание, значит, все ему аплодируют. По-моему, зал даже встал. Вот, он садится рядом со мной, и у ЦСКА начинается какое-то оцепенение полное. У них мяч валится из рук, они не могут ничего забить, вот. Ну, а я как-то пытаюсь забить... Это нормально, сейчас пойдет, Владимир Владимирович, сейчас пойдет, сейчас вы идите. Атмосферу, понимаете, объясняю ему, что такое баскетбол, зачем они бегут туда, почему они забивают, почему 2-3 очка. Ну, и очень мило пообщались, побеседовали, вот. К сожалению, ЦСКА проиграл, вот. И президент сказал, что, ну, наверное, он больше на баскетбол не придет, потому что он приносит такую вот неудачу. Снос поиска ЦСКА. Это потеря или обретение новой аренды, и скорее плюс? Ну, конечно, это грустная, печальная новость для нас, и для армейцев тоже, потому что мы все привыкли к этому уютному залу. Это дом ЦСКА, сколько лет, да, все здесь играли, победы, майки. Конечно, это очень грустно, вот. Но, с другой стороны, мы понимаем, что теперь ЦСКА должен найти себе новый дом, и мы знаем, что на следующий сезон это будет уже мегаспорт. И ЦСКА будет играть и матчей на Лиге ВТБ, и в Ролиге на Мегаспорте. Все полны, все матчи, да? Да. Ой, привет. У нас в гостях сегодня актер, комик, потрясающий человек и юморист Олег Верещагин, который только что хотел нам всем показать часы, но слишком долго их протирал. Что вас связывает и баскетбол? Во-первых, в школе я играл в баскетбол. Я играл за свой класс. Мы даже пытались сделать сборную школы, в которую я не попал по росту, мне кажется. А может, и по навыкам, не знаю. Но я всегда любил баскетбол. Мы с ребятами, которые занимались в школе баскетболом, играли всегда на всех площадках, какие находили у нас в маленьком городе Чусовом. Не заасфальтированной, нет, но играли. То есть играли на одно кольцо, как угодно. Но в баскетбол играли. Ну и в принципе это спорт, это командная игра. Мне всегда нравятся такие вещи. Мы как-то с Гавром, с моим напарником из Камеди Клаба, мы с ним когда-то решили заявиться в молодежный чемпионат города по стритболу. Заявились инкогнито, назвали свою команду ребята. Прикинулись такими дурачками, но я закинул 9 трехочковых. И скольки их? Или во время игры? Во время игры, да. То есть мы как бы хотели просто постебаться над ребятами, а получилось так, что мы с ним разыгрались. И чуть ли даже их не выиграли. Многие вроде рады тому, что они сегодня на финале, в возможном финале. А в то же время грусть переполняет для людей, это целая история. Я сюда хожу с 98 года вот с этим шарфом. То есть 23 года. Видите, еще старые. Да. Ну, что сказать, друзья. На самом деле всегда тяжело покидать, скажем так, родное уже место себе. Но жизнь продолжается. И сколько бы приятных эмоций не было связано с этим местом, ничего страшного. Я думаю, что помимо того, что переедет команда в другое место, переедете и вы, болельщики. И перевезете с собой эту теплоту, любовь к команде. Новые положительные эмоции какие-то все равно привезете на новое место. Главное обжить его, любить его как бы. И я думаю, что много чего хорошего нового еще произойдет и на новом месте. Главное не место, а люди, которые туда переезжают. Спасибо вам, друзья, огромное за то, что мы были вместе. Это прегейм-шоу ЦСКА Баскет ТВ. Олег Верещагин сегодня также к нам зашел, будет болеть за нашу команду. Надеюсь, что сегодняшняя игра принесет нам медали Единой Лиги ВТБ 2020-2021. Верим в команду и помним, Олег, что ЦСКА всегда будет первым в первом. Спасибо, до скорого.